А правду говорят, что большинство убитых, они при отступлении? То есть, когда одни бросаются бежать, то другие там много убьют? Конечно, конечно. Это особенно в боях античности, средневековья, с массированным применением голодного оружия и доспехов, это самые главные потери во время бегства. Пока две армии младаются лоб в лоб, пока они сохраняют порядок, ну тот, к которому они привыкли, не обязательно это именно строй, стена щитов, но по крайней мере они взаимодействуют друг с другом, очень сложно человека завалить, ну одного-то и не сложно, наверное, а вот массово их перевалить. Это может быть только в одном случае, если одна сторона превосходит другую сторону технологически, по подготовке просто на голову. Такое тоже бывало, но, как правило, всё-таки на войну приходят люди, которые этим занимаются профессионально и что-то понимают в этом, поэтому оказаться лучше его в 10 раз, тем более массированно, чтобы там все оказались в 10 раз лучше, чем та сторона, невозможно, тем более, что это, как правило, сразу видно, такая разница в классе, и те, кто похуже, они просто сбегут, скорее всего, до боя-столкновения серьёзного. А так, да, если одна сторона потеряла порядок, то просто люди не могут прикрывать друг друга, они убегают, заняты в основном тем, что спасают сами себя. Но спасая самих себя, они и себя же в первую очередь подставляют, им там в спину начинают тыкать, в силу того, что нет порядка, они же разбегаются не просто так, а точнее не так, не упорядочены разбегаются, а куда попало разбегаются, мешая друг другу. То есть их можно просто быстрее догонять и массировано уничтожать. Поэтому, когда происходили такие серьёзные бои-столкновения, что в античности, что в средние века, которые заканчивались или чем-то наподобие ничьи, или не заканчивались разгромом, т.е. когда армия пришла, огреблась и в порядке отступила. Там оказывались какие-то такие потери очень смешные. Т.е. буквально там тысяча человек пришла, потерпели поражение, оставили поле боя, потеряли 15 человек. Вот. В таком духе. А победители двоих. Субтитры сделал DimaTorzok